Робот-пылесос Китфорд КТ-545 Крузенштерн картографирует помещение и запоминает места, где побывал, поэтому назван в честь русского адмирала и путешественника Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Вместе с пылесосом поставляется целый ряд аксессуаров и расходных материалов. Это блок для сухой уборки, блок для влажной уборки, пульт дистанционного управления, зарядная база с адаптером электропитания, дополнительная пара боковых щёточек, запасной фильтр тонкой очистки, вторая салфетка из микроволокна для влажной уборки, щётка для чистки с резаком, руководство пользователя и фирменный коллекционный магнит. Пылесос имеет почти идеально круглую форму. На днище расположены две контактные площадки, передний опорный поворотный ролик, боковые щёточки, крышка батарейного отсека, два ведущих колеса и отсек основной щётки. Сразу за бампером расположены три ИК-датчика поверхности, благодаря которым робот может избежать падения со ступенек. Всю переднюю половину корпуса, заходя на бока, огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. На верхней панели ближе к передней части есть одна механическая кнопка и три индикатора состояния. Дополнительно о своём состоянии робот информирует с помощью звуковых сигналов и голосового оповещения. Нажав на фиксатор, можно отсоединить пылесборник от корпуса робота. Передняя часть пылесборника откидывается, что позволяет вытряхнуть скопившийся мусор. Для полной очистки нужно открыть верхнюю крышку и извлечь фильтры. Боковые щёточки имеют длинную щетину, пучки которой выходят из упругих поводков. Вал основной щётки относительно большого диаметра, что облегчает освобождение от всего намотавшегося. При уборке передние боковые щёточки подгребают мусор к центру. Затем основная щётка подхватывает мусор с пола и отчасти закидывает его в пылесборник непосредственно, отчасти мусор в пылесборник попадает с потоком воздуха. Для влажной очистки гладких полов в специальный блок заливается вода. На дне блока на липучке фиксируется салфетка из микроволокна. В режиме навигации робота можно направить с помощью пульта ДУ вместо уборки. Робот-пылесос имеет четыре режима уборки. В автоматическом режиме робот будет убирать всю доступную площадь или до разряда батареи. По окончанию уборки робот возвращается на базу для зарядки аккумулятора. Для интенсивной очистки небольшого участка можно использовать режим «Локальная уборка». Ещё одним вариантом уборки является движение только вдоль стен и препятствий. Для уборки небольших помещений предназначен режим «Одна комната». Роботом можно управлять с помощью мобильного приложения Smart Life. В приложении можно задавать расписание уборки по дням недели. Во время уборки в окне приложения отображается карта, построенная роботом, что позволяет контролировать его поведение. Сила всасывания изменяется в зависимости от выбранного режима уборки. Эту величину можно изменить принудительно через приложение. Уровень шума растёт при увеличении мощности вентилятора. При работе на средней и максимальной мощности робот относительно громкий, но шум от него не раздражает. Испытания в большом помещении с несколькими комнатами выявили, что робот убирает его в несколько заходов с промежуточными уходами на базу для зарядки. При этом, если помещение имеет сложную конфигурацию или в нём что-то менялось в процессе уборки, возможны сбои навигации. Благодаря датчикам, расположенным в бампере и за ним, робот очень деликатно относится к предметам обстановки, замедляясь при приближении к распознанному препятствию. Пробные уборки в тестовом помещении показали, что робот-пылесос «Китфорд» КТ545 Крузенштерн убирает быстро и качественно. В начале уборки робот, двигаясь змейкой, проходит доступную ему часть территории и возвращается к тем местам, которые он ещё не убрал, а затем обходит помещение по периметру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова